В сегодняшнем ролике я отвечу на ваш вопрос, чем сейчас в конце мая подкормить молодые виноградные лозы. Здравствуйте, дорогие друзья, рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградосту и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградник по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Прежде чем мы приступим к обсуждению, чем подкормить сейчас молодые виноградные лозы, нам надо ответить себе на два вопроса. Первый, зачем? Ну, зачем вроде бы очевиден, да, чтобы они хорошо росли. Второй, а почему мы, собственно, решили, что они растут плохо, да, и почему мы решили, что наши молодые посадки нуждаются именно в питании, именно в подкормке. Вот это наши молодые посадки, это весенняя посадка прошлого года, нуждается он в подкормке? Абсолютно. Вот еще один даже будет плодоносить, он тоже ни в чем не нуждается. Следующий, и этот ни в чем не нуждается. Следующий тоже ни в чем не нуждается. Вот этот малыш, это весенняя посадка. Я, кстати, показывала вам как раз таки, как мы его высаживали. Но он пока еще тоже ни в чем не нуждается. Мы его садили в заправленную яму, поэтому кормить его не нужно. Он маленький и это для него нормально. Может быть вот этот? Смотрите, он только просыпается. Как думаете, нуждается он в подкормке? Не факт. Он еще только просыпается, он еще не показал всю свою мощь. Вот еще малыш, который только просыпается. Вот тоже малыш. Но надо ли их кормить? А вот это уже вопрос. То есть смотрите, если весной ваши молодые посадки винограда 2-3 года слабенькие, то это отнюдь не означает, что им не хватает питания. Им может быть не хватает чего-то другого. Тут надо понимать вот какой момент. Виноград, впрочем, как и любое другое растение, нуждается не только в подкормках. Виноград еще нуждается в тепле и в воде. И соответственно, вот банальная причина, если у нас стояла холодная, прохладная погода, если они у нас еще были несколько укрыты, то, конечно, они пока что слабые. У них еще не было возможности показать всю свою мощь. Кроме того, вы, опять же, должны понимать, как они себя вели в прошлом году. Если вы их, например, следили прошлой весной или позапрошлой осенью. Если, допустим, они у вас жировали и ушли на зиму с невызревшей лозой, то, конечно, они стартовать будут позже. Если у вас в прошлом году по каким-то причинам плохо росло, опять же, там невызревала лоза, болела, вы кустик перегрузили, опять же, у него пока что нет сил, но это не значит, что его нужно кормить. Для того, чтобы принять решение о подкормке, нам нужно ответить еще на пару вопросов. Какая у нас почва, да, там, бедная или она жирная, может, она и так у вас жирная, там, в принципе, можно много лет ничего не делать и не кормить. Да, и готовили ли вы яму, готовили ли вы почву? Если вы готовили, если у вас жирная почва, все что угодно, только подкормки вот не надо. За исключением одной, о ней мы еще с вами поговорим. Если же вы посадили просто под лопату, да, у вас почвы бедные, да, в таком случае можно подкормить. И самое простое, но комплексное удобрение, в котором есть все, это навоз. Настоять и подкормить. Касательно пропорций и всего остального, смотрите, очень многое зависит от навоза, там, он свежий или перепревший, да, и, в принципе, от навоза, да, какой он, с большим количеством подстилки, либо это вообще чистый-чистый навоз, там, куриный, либо лошадиный, да, либо свино, либо еще что-то. И здесь лучше чуть меньше, чем больше. Смотрите, если навоз свежий, то 1 к 5 вы сначала настояли, да, и потом разбавьте еще раз в 5 при поливе, ну, и под небольшой кустик литров 20 вылейте уже, ну, готового, да. Примерно вот так. Если там у вас навоз почти как компост, уже давно такой подгулявший, то можно первый 1 к 2, ну, и потом там раз в 5 развести, наверное, больше и не имеет смысла. Ну, опять же, литров 20 под кустик полейте. Ну, это в случае, если у нас бедная почва, если мы ничего не делали. Если делали, то больше подкормок не надо, кроме одной, про которую я упомяну в конце видео. Что же нужно сделать с такими кустиками? Смотрите, кроме подкормок, да, кроме еды, в чем еще нуждается виноград? Вот, в тепле и в воде. Была прохладная погода, вот кустики тупили, сейчас стало тепло, они сами пойдут в рост. Но мы можем им помочь. Что нужно сделать? Вот, видите, мы их вокруг откопали, открыли им почечки. Сейчас они будут лучше прогреваться, быстро пойдут в рост. Кормить их абсолютно не нужно. Ну, и дальше сверху накрыть. Чем накрыть? Чем угодно. Пятилитровыми бутылями. Можно поставить дужки и накрыть спонбондом пошире. Можно туда еще пятилитровую бутылку или две положить с водой. Все это обильно накрыть. Там будет классно, там будет тепло. Там будет и ночью достаточно тепло. И ваш кустик быстро пойдет в рост, потому что вы дали ему то, что ему нужно. И еще вода. Конечно, опять же, зависит от участка и от почвы. Ну, вот, пример. На этом участке земля хорошо держит влагу, земля еще влажная. Хотя у меня цветничок уже подсыхает. А на втором участке у нас песок. Вообще, ПГС, там вся вода всегда проходит вообще как сквозь сито. И там уже очень сухо. И опять же, возвращаясь к сравнению со взрослыми кустами, у них есть мощная корневая, которая может искать эту самую воду. У них есть запас. У малышей этого нет. У них корневая может быть небольшая совсем. И, соответственно, искать эту воду ему просто негде. Поэтому дайте ему воды. Вот сейчас смело можно полить ведра. Ну, опять же, в зависимости от почвы. Ведра 2-3, вот под куст прям так нормально можно полить. Дальше 4. В зависимости от почвы. На наших песках там можно поливать и поливать. Полили, накрыли. То есть вы дали то, что ему нужно. И недели 2-3 оставьте в покое. Вот через 2-3 недели вы уже будете понимать, видеть, как ваш кустик растет. И принимать решение, надо ему еще чем-то помочь. Либо не надо. А теперь то, о чем обещала. Какую подкормку можно дать? Всегда можно подкормить сульфатом калия. Калий вот это то, что растениям очень нужно. Особенно винограду, как я его называю, это калий-жор. И основная потребность в калии как раз таки в период активного роста. Вот если у вас совсем почечки, то это еще рановато. Подождите недельки-две. А если уже пошли такие нормальные росточки, то можно даже просто примерно столовую ложку, если вы будете поливать, рассыпать вокруг куста, чуть-чуть в почву заделать, даже в траву засыпать и пролить. Все нормально будет усваиваться калий-жор. Нужен для вызревания лозы. Калий нам много еще. Точнее, не нам, а винограду нужен. Поэтому вот калий смело можно давать. Все остальное надо принять в решении, действительно ли это нужно. И еще один момент. Я в прошлом году об этом говорила. Это зола. Кто-то считает, что зола это прям супер-пупер удобрение, тоже в котором все есть. Да, это действительно так. Но с золой надо быть очень осторожным, потому что зола очень сильно меняет кислотность почвы. И если мы переусердствуем с золой, то мы заблокируем нужное растение вещества. И что мы получим в итоге? Мы получим в итоге хлорозы. Мы получим желтые листья. И будем спрашивать, а что это за болезнь? И опять же удивляться, а почему наш кустик не растет, а чем бы его подкормить? Поэтому с золой очень-очень осторожным. И даже если у вас кислая почва. Даже на кислой почве можно довести до хлорозов. И это достаточно легко. Мы, к сожалению, через это прошли. Поэтому без фанатизма, да, если кислая почва вокруг золой, можно немножко посыпать, можно настоять тоже там, по-моему, если я не ошибаюсь, зола настаивается, наверное, 1 к 5 маточный раствор, а потом 1 к 10. Вот такую пропорцию можно полить. Будет нормально. Но уже сильно больше не нужно. Есть еще вариант, когда золу гасят уксусом. Ну и тогда поливают. На экране я вам напишу пропорции. Вот да. В таком случае можно. Но опять же, если вы хотите возиться с этим уксусом, с этой золой, да, то это можно сделать. Можно таким образом подкормить. Но просто золу вносить нужно очень-очень аккуратно. Единственный сорт винограда, который в наших условиях золу очень любит, и под который можно сыпать ее ведрами, это пинануар. Вот это проверено. Вот это точно любит. Но на нашем участке он, наверное, такой единственный. Все остальные, они не говорят спасибо за золу. Поэтому будьте с этим аккуратными. Поскольку можно причинить вред. Желаю вашим саженцам хорошего роста. На этом с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч.